на библейский портал экзегет пришел вопрос что делать когда помыслы отвлекают от молитвы ну увы это вопрос очень распространенный и нет наверное ни одного христианина ни одного православного человека которого не мучили бы во время молитвы помыслы который не отвлекался бы никогда от молитвы конечно это общераспространенная такая проблема и вопрос очень важный актуальный как его разрешить что делать когда помыслы отвлекают от молитвы ну во первых помыслы бывают разные есть помыслы так называемые в православной аскетике богословие нравственным они называются вла с химическими помыслами это помыслы которые приходят от действия злой силы злого духа конечно любые помыслы и любые наши злые дела они имеют вот это направление конечно мы всегда можем сказать что злой дух наверное тут примешался что конечно это искушение какое-то определенное но вот эти волосфемические помыслы так называемые которые мучают человека просто потому что это какие-то психиатрическом смысле даже навязчивые такие помыслы какие-то хульные помыслы какие-то помыслы такие которые стыдно даже и произнести иногда и вот в аскетической практике их принято называть именно так и борьба с ними одна единственная не обращать на них внимание то есть не считать их за грехи вот поверьте нам священникам очень часто приходится встречаться с людьми которых мучают такого рода помыслы и одержимость такого рода это настоящая одержимость может быть не такая страшная какие другие бывают виды одержимости но тем не менее очень навязчивая я повторяю единственный способ избавления от этих навязчивых мыслей это не обращать на них внимание это вообще не грехи в них даже каяться не надо это искушение человек который принимает уже эти помыслы но таких я еще не встречал никогда вот такой человек он начинает действительно грешить но как правило этого не происходит человек не принимает эти помыслы они все лезут и лезут в голову не обращайте пожалуйста внимание на эти помыслы даже не исповедуйте эти помыслы потому что это не грех это искушение чем больше обращаешь внимание на это тем в большей степени человек подвергается нахождению этих хульных помыслов на них внимание обращать не следует так учат нас святые отцы почитайте добротолюбия например там достаточно подробно об этом пишется другое дело когда человек по рассеянности своей начинает думать во время молитвы в храме или во время утренней или вечерней молитвы начинает думать о своих делах в особенности если речь идет об утренней молитвы это часто случается люди обычно торопятся на работу впереди целый день нужно очень многое успеть сделать и вполне естественно человек строит какие-то планы с утра это в общем нормально но не во время молитвы во время молитвы человек должен оставить все земное во время молитвы человек должен сосредоточиться только на том что связывает мир дальней и мир горней что связывает человеческую душу и самого вечного бога вот на этом надо сосредоточиться и это конечно целая наука конечно человек должен на выгнать внимательные молитве к сожалению очень многие люди считают что если он прочитал пускай даже и очень внимательно все то правило которое печатается публикуется в наших молитвословах то этого и вполне достаточно а уж качество этой молитвы второстепенная вещь вот святитель феофан затворник говорит наоборот он говорит что из качества молитвы имеется ввиду всегда родится количество но вот из количества качество никогда не родится поэтому он парадоксальную вещь советует он советует вот столько сколько можешь удержать внимание вот столько и молись сколько слов ты произнесешь неважно важно что это теплое чувство которое связывает тебя с богом она присутствует твоем сердце и если ты действительно благодать эту великую божьего присутствия почувствуешь тебе захочется продлить молитву тебе захочется чтобы молитва твоя длилась и длилась время ограничено а желание остается и желание великое и количество родиться из этого качества наоборот не бывает никогда это совет нашего отечественного великого подвижника так что вот парадоксальным образом иногда приходится даже и сокращать и время и слова молитвы для того чтобы углубиться в смысл каждого слова великого слова это и наши православные молитвы соединить свою душу с богом и получить особенную благодать тоже касается конечно и вечерних молитв которые тоже осложняются тем что впечатление дня тоже приходит в голову опять-таки и следующий день который продолжает этот тоже у нас уже наверное на уме и в особенности это относится иногда к церковной молитве в церкви молиться вообще легче потому что простоять на молитве во время божественной литургии час это не так уж сложно даже просто а вот попробуй дома на молитву встань и попробуй почитай помолись как следует в течение часа это уже гораздо более серьезная задача сложная даже но бывает что и в храме мысли наши отвлекаются мы рассматриваем иконы мы ставим свечи думая что это нечто великое господу не нужны наши свечи господу нужно наше внимание наше сердце это не значит что надо свечи отвергать их надо поставить но поставить до начала службы а уже во время службы сосредоточиться на том что читается или поется есть определенный рецепт даже который надо держать в голове всегда прежде чем мы начинаем молиться святые отцы советуют влагай ум свой в слова молитвы если твой ум будет сосредоточен на словах молитвы или даже вложен как в коробочку в какую-то в ковчежец шкатулочку вкладывается нечто ценное вот слова молитвы это какой-то контейнер шкатулочка в которой нам надо вложить свой ум и закрыть крышечку и тогда внимание никуда не уйдет внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео чтобы это было поздно и Продолжение следует...